Всем привет! Сегодня у нас 15 августа 2020 года. Украина, город Крымичуг. Вот хочу показать очень урожайный сорт. Сорт нектарина среднего срока созревания. Red June. Отлично показал себя в этом непростом 2020 году с возвратно-весенними заморозками. Минус 9. Сейчас я вам покажу, какая у него урожайность. Вот такая вот у него сейчас разрезал плод. Такая мякоть. Видно, сочная. Гляньте, сколько сока. В конце видео продегустируем вкус и посмотрим, какой вес. Гляньте, сколько сока течет. Сорт очень сочный, очень вкусный. А теперь давайте посмотрим его. Так, урожайность. Это тоже. Вот сейчас положу и теперь покажу вам урожай, какой может нести данный сорт. Нектарина Red June. Гляньте, все в нектаринах. Проводил одну обработку от гнили препаратом свитч на всякий случай, потому что боялся, что у нас такая погода, что может гнить. Но ни один плод с одной обработкой не сгнил. Сейчас покажу все дерево. Сколько плодов. Вот такие вот плоды в руке. Шикарные. Гляньте, сколько его висит. На солнышке очень красиво окрашиваются. Хочется показать потенциал урожайности этого сорта. Это второе плодоношение данного сорта. В том году было сигнальное плодоношение. Я снимал видео за него. В этом году второе. Вот плоды какие висят. Сорт привит на подвой горький миндаль. Опа, гляньте, сколько тут урожай какой. Классный. Урожайный сорт не боится весенних заморозков. То есть можно его смело сажать. И не бояться, что данный сорт будет повреждаться весенними заморозками. Окрашивается хорошо, вкус хороший, товарность хорошая, урожайность хорошая. Курчавостью листьев не поражался с тремя обработками. Я проводил три обработки по персику и по нектарину. То есть все отлично. Вот покажу сдалека дерево. Как выглядит. Вот прирост высокий. То есть обрезано было вот так вот. Где-то вот так вот оно. То есть все внизу. Весь урожай внизу. Сейчас с этой стороны обойду, покажу, чтобы у меня спрашивали. Покажи дерево, как смотрится. Вот дерево. То есть последний пагон где-то 2,5 метра. Последние плоды на уровне глаз. То есть у меня рост 1,87 метра. То есть вот так вот. Ну грубо говоря, 1,80 метра, где-то последние плоды вот это висят. И пошли вниз. Вот так вот. Все внизу. Весь урожай внизу. Вот так вот. Ладно, сейчас нарвем. Положим на веса. Посмотрим, какой вес. Есть черенок в небольшом количестве. Там он первый раз есть, чего срезать. Кому интересно, звоните, пишите, обращайтесь. Будем реализовывать любителям-садоводам. Так. Так, давайте посмотрим, какой вес у данных плодов. Вот плод уже поспел и начал даже лопаться. Это один из самых крупных. 200 грамм. 174. Очень шикарные, красивые плоды. 164 тоже. 167. Гляньте, какой нектарин. Очень красивый. Для средне-позднего срока созревания. Отличный. Очень урожайный. Не боится возврата наседних заморозков. Сейчас посмотрим. Сочный тоже. Спелый, очень сочный. Сейчас разрежу мякоть, покажу. Очень шикарно выглядит в тарелке. Вот он. Очень красивый. Солнце зашло, то видно. Так. 160. Но средний вес у него, основная масса плодов, 160 грамм где-то. На дереве. Отдельные, если его чуть пронормировать, отдельные будут весить 200 и с лишним грамм. Вот 171 грамм. Короче говоря, вот одни из маленьких. 140 грамм, но цвет набирает красивый такой, черный. С таким оранжевым этим двухцветный такой. Так. Что сейчас давайте разрежем. Посмотрим, какая у него мякоть. Это спелый уже пот. Мякоть у него желтая, сочная. Я показывал, как сок течет. Вот так вот. Так. Сейчас еще такой поспелее найти. Так. Так. Так, интересно, косточка отделяется, потому что я не помню. Ну, в принципе, отделяется. Правда, ножом. С таким легким кусочком уже мякоть. Вот. Косточка, кстати, небольшая для такого размера плодов. Так. Давайте сейчас посмотрим по соку. Ну, сочный сорт. Видно, все течет, если он удавливаешь. Очень много сока. Просто лужа прям целая натекла. Сочный. Так, я соль уже выжатый есть не хочу. Будем пробовать вот такое-то. Не выжатый, чтобы попробовать. Весь вкус. Сорт ароматный. Мякоть маслянистая. Не волокнистая. Шкурка. С легкой кислинкой. Даже не шкурка, а сам плод, самая мякоть. Такая сладко-кислого вкуса. Есть сорта такие, как фиделия, например. Он чисто сладкий. Есть сорта кислый. Есть сорта кисло-сладкий. Есть сладко-кислый. То есть сладко-кислый, это понятно, что больше кислоты, чем... Ой, сладко-кислый больше сахара, чем кислот. То есть ли кисло-сладкий, то понятно, что кислоты больше сахара. Этот сорт сладко-кислый, ароматный. Так, ну-ка, давайте посмотрим, именно косточка отделяется или не отделяется. Будет так ножом. Наверное, хрен она отделяется. Вот так вот. С таким куском мякоти. То есть полуотделяемая, можно сказать так. То есть сама вот тут отделяется нормально, а вот тут, а где плодоножка, то плохо. Сорт отличный для своего срока созревания. Довольно-таки крупный, вкусный. Ну-ка, давайте еще этот попробуем плод. Да, сладко-кислый, ароматный, сочный, мякоть такая маслянистая, освежающего вкуса. Я считаю, отличный сорт для любителей. И, в принципе, для промышленников тоже должен сорт как бы ходовой быть. Он, вот такие плоды, они транспортабельные, они плотные. То есть срывать там за 3 дня до того, как он поспеет, его можно довести спокойно, то есть на реализацию. Такой небольшой видеообзор по данному сорту. Это второе плодоношение в моем саду данного сорта. Вторым плодоношением я, в принципе, доволен. Тем более, что он перенес вообще без проблем возврат на весенние заморозки в минус 9. Это просто шикарно. То есть он уже, 50% персиков 1 апреля в этом году у нас уже цвели. 50% были закрыты. Ну, вот как видно, я не помню конкретно этот сорт, свел или он еще был закрытый, или полуоткрытый. Ну, сам факт, что сорт полностью загружен был урожаем вообще. Из нектаринов, наверное, самый лучший. Вот именно этот сорт. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.